Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Роман Лунгин. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 619. Мы начнем с истории, которая произошла на Урале. Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергей Романов оказался в центре внимания СМИ и целом общества после того, как стал призывать граждан не соблюдать карантинные меры. Более того, даже, как мы знаем, проклял тех, кто призывал закрыть храмы. Его уже лишили священного сана, но, как мы понимаем, покидать монастырь он пока не планирует. Как вы смотрите на происходящее? Происходящее действительно стало достаточно громким скандалом в жизни русско-православной церкви и, более того, затронуло широкие масс-медиа. И здесь для меня даже удивительно, что фигура Сергея Романова, такого, ну, довольно-таки странного старичка с какими-то такими патриотическими связями, со связями с олигархами, на деньги которых он построил этот Среднеуральский монастырь, она вызвала такой большой интерес со стороны вообще масс. И даже многих медийных персон, которые туда поехали в монастырь и стали вот на этом как бы выстраивать свой хайп. Потому что Сергей Романов стал высказывать идеи, которые, ну, некоторые популярны в русско-православной церкви, некоторые не популярны. То есть там никто, например, не хочет отделяться от православной церкви, там проклинать патриарха и призывать его там в отставку. И, в общем-то, никто так, вот нет никакого движения там антипутинского внутри церкви. А Сергей Романов стал вообще заявлять и говорить о том, что он против поправок в нашу конституцию. Хотя у нас везде там весь народ, там епископы призывали голосовать за поправки, и все там ходили на избирательные участки. И сложилась какая-то очень странная ситуация, что, значит, масс-медиа подхватили фигуру Сергея Романова и понесли его по волнам информационным в совершенно таком свободном полете. И многие церковные люди удивляются, вообще это уже не связано даже с русско-православной церковью. И, в общем, нет такого движения, которое поддерживало бы Сергея Романова, а все говорят о расколе в церкви. Такое ощущение, что всем удобно видеть церковь именно в таком свете, что Сергей Романов – это лучший образ православия для россиян. Ну, вот, кстати, фильм «Ксения и Собчак», возможно, вы его имели в виду, когда сказали, что едут туда некоторые известные личности. Да, условно, конечно. Я сам, кстати, посмотрел видео, где Ксения и Собчак приезжают в этот монастырь. Пытается туда прорваться, монахи ее не пускают и якобы ее избивают. Вот, и я, конечно, поразился наглости этой персоны. То есть, Ксения и Собчак, конечно, пробивалась, но, понимаете, она пробивалась как православная. Она была в платочке, там, в флагице. Фильм она тоже делала как такая побитая православная. То есть, она же вроде бы не говорит о том, что я там против православия, я против церкви. Нет, конечно. Она как бы говорит, что она за некоторую истинную церковь, за кадром. Да, но она как журналист приехала снимать фильмы и, в принципе, согласно кодексу, имела на это право. В данном случае ей воспрепятствовали. Вы считаете, что это было некорректное вторжение все-таки в монастырь? Учитывая, что есть определенный бэкграунд, что касается детей, те проблемы, которые были вскрыли. Безусловно, они должны быть еще расследованы и доказаны. Сейчас уже полномоченная по правам человека взяла под контроль эту ситуацию и будет проводиться расследование по поводу вот этих детей. Но то, что я читал, и было достаточно большое расследование BBC, вот целая статья, но там были интервью с женщинами по поводу случая где-то там 5-10 лет недавности. То есть, это происходило не сейчас. Какие-то там истязания, истории. Это было довольно давно. И потом интервью брались у людей, которые были, по-моему, не менее как бы неадекватны, чем сам Сергей Романов. Поэтому доверять этой истории можно. То есть, я... Ну, действительно, были такие случаи, когда в монастырях достаточно строго относились, особенно если это детские приюты. Были ситуации там в Ченноостровском монастыре, в Калужской области, по-моему, в Боголюбовском монастыре, во Владимирской области. То есть, такие ситуации происходили. Но это надо расследовать. Теперь еще один миф, то, что Сергей Романов вообще захватил этот Среднийуральский монастырь, что он чуть ли не такой, как бы, церковный террорист. Дело в том, что буквально там несколько дней назад патриарх Кирилл, он утвердил решение церковного суда о лишении сана Сергия Романова. То есть, сейчас он находится в состоянии монаха, простого монаха, а не священника, то есть, служить он уже не может. И при этом он был духовником этого женского монастыря. Значит, у него была там какая-то своя кель, какое-то свое помещение. И в качестве монаха Сергия Романова он вполне имеет право находиться в этом Среднеуральском монастыре. И никто его оттуда пока не выгонял. То есть, не было такого предписания епархии, Екатеринбургской митрополии, чтобы Сергий Романов убрался оттуда. То есть, он пока не захватчик. И его как бы изолируют. Я так понимаю, что стратегия епархии заключается в его некоторой такой изоляции, а не в силовом давлении. Потому что силовое давление вызовет обратную реакцию. И Сергий Романов будет призывать, я уже не знаю к чему, может быть, к каким-то агрессивным действиям. Ну вот, что касается послушников, прости, они рассказывают, я просто поясню для наших радиослушателей тоже, какие свидетельства звучат о том, что их били ремнем и кабелем, и особенно это прилюдно очень, ну, как сказать, практиковалось. Особенно, что касается девочек, кстати, там это было. По крайней мере, так, как говорят сейчас, то, что мы вот слышим из каких-то источников и свидетельств. Вот насколько вообще в монастырской жизни, вы сказали, что есть практика вот таких насильственных наказаний, вот насколько она часто все-таки встречается в современном мире сейчас, и насколько она может выходить за какие-то рамки в целом, без привлечения правоохранительных органов? Ну, те ситуации, которые возникали, и особенно это было в Боголюбовском монастыре, когда там был еще жив архимандрит Петр Кучер. Это такой один из известных старцев из Владимирской области, который был почитателем Ивана Грозного, у него была икона Ивана Грозного Сталина, Сталина с блаженной Матроной. Вот, то есть это все как бы сплетается в один клубок. И тут же, кстати, возникла история с Мерседесом Игуменем Хеофанией в монастыре, где как раз и есть культ этой Святой Матроны Московской, и где находятся могилы Святой Матроны. Вот, и Сергей Романов тоже, он тоже как бы почитатель царской семьи, Матроны и всего остального. То есть здесь это сплетается в такой клубок, который достаточно сложно развязать. И эти все люди, они, как правило, именно эта среда производит вот этих старцев, старцев, которые выступают за жесткое подчинение, у которых есть духовные чадо, которые готовы услышать все, любое приказание и то, что называется благословением, дать благословение на что-то. И это целый ряд таких людей, это не обязательно какие-то там забитые, бедные люди. Потому что в Среднеуральском монастыре мы увидели, например, там актеров из уральских пельменей, там еще был целый ряд актеров, спортсмены, которые также поддерживали Сергея Романова. Это, ну, дело в том, что есть определенный такой склад вот человеческого сознания, который хочет подчиняться, хочет найти ответы на все вопросы. Ответ на смысл жизни, вот такие философские вопросы жизни и смерти, чтобы им все объяснили. Вот эти старцы, они объясняют вообще все, тотально. И поэтому человек, как бы, он подчиняется и живет в их мире и получает благословение на все действия. Вот такого рода истории в Владимирской области, они не были толком расследованы, но там просто служботыки помогли, значит, девочке, которая оттуда бежала из монастыря. Что будет здесь? Понимаете, достаточно сложно. Опять же, ну, непонятно, что сейчас там происходит. Ясно, что сейчас там нет никакого приюта, никаких вот таких девочек. А доказать, что было 10 лет назад, это достаточно сложно. Люди все уже взрослые, все уже прошло. Кого как наказывали, это другой вопрос. То есть здесь возможно, что многие исповедуют вот эти принципы домостроя. Есть эти, отец Андрей Ткачев, который призывал бить женщин. Он у нас так и был в эфире, да. Вообще говорил, что это вполне возможно, да. Пояснял это, что это была личная беседа все-таки, не распространялась на такие массы, но так или иначе такое высказывание Ткачева было. Но на массы это явно распространилось, поэтому это уже по факту. Но если говорить вообще о монастырской жизни, это ведь те случаи, которые мы сейчас наблюдали, можно провести аналогию с формированием диктатуры, когда люди хотят услышать ответы на все вопросы, появляется некий сильный лидер или старец, который им все объясняет, и они готовы подчиняться беспрекословно любым его приказаниям. То есть это такая диктаторская модель получается все-таки? Ну, в данном случае, конечно, это диктаторская модель. И Сергей Романов, он сам демонстрирует это публично. Это даже не надо доказывать, это некоторая самая очевидная вещь. Но я вот скажу как бы одну такую крамольную идею, я скажу по поводу того, что в религиозной жизни, в разных конфессиях, в разных религиях, везде присутствуют вот такого рода общины, группы, там так или иначе связанные с культом харизматического лидера. Везде есть фундаментализм. Он есть, ну, не знаю, там, протестантизм, православие, католицизм, есть свои фундаменталисты-консерваторы, есть в исламе, это тоже, в общем, всем известно. Есть такие же буддисты, индуисты. И здесь как бы, ну, сама по себе религиозная жизнь, она не обходится без фундаментализма. Фундаментализм, что это такое? Это когда там какому-либо старцу, духовному лидеру или пророку приходит в голову идея, что он восстанавливает некоторые истины на основу веры. И вот он начинает вокруг этого выстраивать свою идеологию. И Сергей Романов, он также стал выстраивать свою идеологию вокруг противодействия экуминизму, то есть диалогу там с другими религиями, противодействия ИНН. Это, опять же, то, что было вот главным таким страхом для православных верующих до пандемии, до как бы угрозы массового чипирования в результате вакцинации. И, соответственно, это культы царя Николая II, но связанные тоже с идеями царебожничества. Царебожничество — это тоже некоторый такой миф. Царебожничество заключается в том, что люди рассматривают Николая II как фигуру Иисуса Христа, фактически фигуру, равную Христу, который своей смертью искупил грехи России, либо, по крайней мере, взял Россию под свое крыло. Но людей, которые бы артикулировали бы эти идеи, тоже достаточно мало в русско-православной церкви. Я бы сказал, что большинство в церкви сейчас — это молодое поколение, среднее поколение духовенства, которое достаточно демократически настроено. У нас же не зря и православные священники участвовали в качестве наблюдателей на выборах в 2012 году. В прошлом году 180 священников подписали известное письмо в защиту фигурантов московского дела, который задерживали в Москве. Соответственно, для них эти идеи так же дикие, они такие же дикие, как и для большинства населения. Но при этом все равно Сергий Романов методично выдается за образ русско-православной церкви, за образ православия, что, конечно, не так. Он слишком оригинален. Но если говорить все-таки о внутреннем конфликте внутри религии, ведь все-таки возведение кумиров среди живых, и если священнослужитель становится слишком харизматичным, получается, что он, в общем-то, нарушает эту заповедь, да, или этот некий постулат. Нет вот этого конфликта? Потому что мы видим, что тщеславие, в общем-то, весьма распространенный грех среди духовенства. Да, безусловно. И об этом как раз предупреждает Новый Завет, апостольские послания. И в послании апостола Павла, по-моему, есть у него по поводу однообщения. Он говорил, что вы не говорите, что там я Петров, я там ищу кого-то. Вы говорите, что вы Христов. Что человек должен прежде всего верить в Бога, читать Писание, а не подчиняться воле какой-либо личности, какой бы прекрасной, какой бы харизматичной и религиозной эта личность не была. То есть против этого есть, и там некоторые противоядия внутри христианства, внутри самого мировоззрения. Но всё равно, в общем, человеку свойственно и обольщаться, и подпадать под влияние. И кроме того, вот я говорю, что и фундаменталистские движения внутри традиционных религий, и какие-то новые боги, новые пророки, которые возникают, они тоже возникают вследствие того, что человеку хочется всё объяснить. Всё объяснить вообще, значит, то, что происходит вокруг. А много непонятно. Наука, она многое не объясняет. Сейчас вот во время пандемии самоизоляция оказалось, что тоже наука не в силах там всё объяснить. И вообще даже и политики, и сами граждане, и врачи тоже не всё понимают, как это всё действует и куда это пойдёт. На кого надеяться? Вот в этой ситуации неопределённости люди, конечно, ищут вот такую опору. И находят эту опору в религии, в религиозных знаний. Потому что религии свойственно объяснять вообще абсолютно всё. От зарождения жизни до смерти и фигуру Путина, и великие победы, и всё, что нас окружает. И конституция. Получается, что это ведь тогда, получается, что религия занимается в том числе и распространением лжи, потому что она не может всё объяснить. То есть она может что-то интерпретировать, но она берёт на себя некий такой, ну, берёт на себя ответственность, говорит, что это и есть истина. Ну вот, как бы, я брал достаточно много интервью как социолог у религиозных деятелей, в том числе у тех людей, которые объявляли себя разными пророками или то, что он воплощение там кого-то, даже воплощение Христа на земле. И в религии нет лжи. Есть просто разные богословские, там, теологические обоснования. И человек, который, ну вот даже, как бы, новый пророк, который изначально, может быть, создаёт там свою религию из каких-то корыстных убеждений, он всё равно увлекается. И всё равно это становится его жизнью. Что невозможно, как бы, постоянно врать себе и другим. Люди проникают этим религиозным знанием и считают, что это действительно божественное откровение. Или заблуждение. Вот здесь как найти эту грань? Всё-таки человек может влечься и может заблуждаться. И, соответственно, он может распространять заблуждение. Потому что, опять же, понятно, мы часто достаточно говорим с учёными, которые тоже многие верующие люди, и они говорят, что они просто не пересекают две этих параллельные. Есть религия, есть вера, есть, в общем-то, научное знание. Но, тем не менее, если религия, например, берёт на себя смелость и ответственность объяснять всё происходящее. Например, что там человек произошёл там от божественного начала. Хотя это противоречит тому знанию, которое есть у науки. Вот где та грань всё-таки, я хочу понять? Ну, здесь есть некоторые конкретные вещи. Например, там Синод Молдавской Православной Церкви издал постановление, обращение по поводу того, что там вышки G5, они вредны для здоровья, вообще распространяют там коронавирусы и так далее. Ну, здесь есть противоречие с научным знанием. А вот в признании эволюции противоречий нет. И отец Александр Мейни, известный священник, проповедник, он написал целую книгу вот об этом, где излагал там теорию Теярда Шардена, французского тоже богослова, где эволюция вполне нормально совмещалась с христианским библейским знанием, потому что, ну, для Бога, как бы один день может продолжаться и миллионы лет. Вот, и поэтому эволюция вполне совместима. И здесь нет заблуждения. Здесь нет заблуждения, потому что многие вещи, даже я бы сказал, что 99%, они объясняются ведь нелогически. Ну, как логически вот объяснить, что ИНН — это не печать дьявола? Это логически нельзя объяснить. Поэтому для человека верующего — это как бы предмет веры. И это не может быть как бы заблуждением. Это может быть заблуждением только для человека, который верит во что-то ещё, во что-то другое. То есть для баптиста православного в чём-то заблуждается, для всех христиан свидетели уговы заблуждаются в чём-то. То есть это зависит от той точки зрения, которую вы выбираете. Но есть всё-таки вопрос интерпретации, потому что, опять же, если мы берём какие-то библейские предания, например, там река покрылась красным цветом, это, возможно, была кровь, а потом выясняется, что это, возможно, были всё-таки металлы или какие-то вещества, которые просто были на берегу, и, соответственно, река окрасилась. Но можно интерпретировать это как некий символ, а можно, в общем-то, интерпретировать как научный факт. И, соответственно, ведь... Нет, не совсем, потому что это не божественный символ. То есть библеисты, и особенно на библеисты протестанты, ну и православные католики, когда трактуют вот такого рода библейские сюжеты, они... ну, там есть некоторые символы, но при этом то, что касается реальных событий, там, например, потопа, или того, как расступалось море, или там море проснело, то это всё-таки вот те природные... это природные явления, которые Бог использовал в качестве инструмента своей воли. Но мы же можем это объяснить с научной точки зрения и сказать, почему это было, допустим. И, соответственно, уходит некое божественное начало, потому что мы просто понимаем, что это устроено вот так с точки зрения физики, допустим. Да, но для верующего этим вы как раз подтверждаете как величие божественной воли, которую даже природа использует в своих целях и все природные законы, потому что именно Бог их и придумал. Понимаете? Поэтому это благословение, а не заблуждение. Я вас убедил? Вы не обратились? Меня сложно убедить, потому что я неверующий человек, но я с уважением отношусь к верующим людям, безусловно, и мы много делаем интервью со священнослужителем, и я задаю эти вопросы, потому что есть вопросы, которые, скажем, человеку неверующему до конца непонятно. Я их ещё задам по ходу нашего эфира. Да, если говорить о разной трактовке правил и вернуться к Сергею Романову, сам отец Сергий, как мы знаем, он сидел за убийство и в тюрьме. Когда он вышел, ему разрешили служить литургию, что не соответствует канонам церкви, насколько мы понимаем. Почему такие двойные стандарты были применены к нему? Там ситуация была достаточно такая непонятная, но, по крайней мере, из того, что появлялась в прессе, пока не прозвучало заявление, открытое заявление митрополита Екатеринбургского Кирилла по поводу вот этой ситуации с рукоположением Сергея Романова. И оказалось, что действительно было уголовное дело, там даже публиковались какие-то выдержки из этого уголовного дела, где Сергей Романов совершенно не случайно был посажен. Видимо, у него и раньше, в молодости, тоже был достаточно такой, как бы, ну, неуравновешенный характер, совершенно явно. Но, исходя из информации, Екатеринбургской епархии оказалось, что он скрыл своё вот это уголовное прошлое и как бы заявил о том, что действительно он сидел в тюрьме, но перед рукоположением он не стал объяснять, за что и как. То есть, если бы было известно о том, что он сидел за убийство, умышленное убийство, можно сказать, то тогда его бы не имели права рукополагать. А так он как бы немножко приврал. Вот в этом его обвинила Екатеринбургская митрополия. Поэтому здесь вот такого официального решения рукополагать его, несмотря ни на что, вообще не было. То есть, он ложью стал служить литургию? Хотя ему было, по идее, запрещено? Ну, некоторым таким лукавством, да, лукавством. Хотя, ну, если так размышлять теоретически, то можно представить себе ситуацию, когда священник, ну, будущий священник, он, что он станет, значит, священником, если раньше он совершил какое-либо уголовное преступление. Смотри, человек совершает преступление, убивает, но он до этого не был там трещен и не был верующим, он крестится, обращается в веру, и тогда все его грехи омываются. И тогда он может снова стать священником, по идее, если, значит, вышестоящий, то есть епископ, он будет уверен, что человек покаялся. То есть, после крещения грехи омылись, человек покаялся, пожалуйста, иди в священники. Это такие православные лазейки, как будто бы, нет? Это не православные, это просто, это не лазейки, это то, что, это для всех верующих. Для всех верующих, которые хотят креститься и омыть свои грехи. Собственно, вот на этом построена христианская история, на том, что церковь приходила и омывала грехи, там, всех язычников, там, не знаю, викингов, вот, всех, там, народов, которые служили языческим богам и совершали неизвестно что. Так же было там с Владимиром Святым. То есть, история абсолютно такая же. То есть, здесь это некоторый универсальный способ. Есть такой постулат, что убийца не может служить литургию. Или же убийца не может служить литургию, но если он покаялся, тогда может. Так это получается? Ну, по идее, значит, убийца не может служить литургией. И в нашем обществе, я думаю, что это, это некоторое общее правило, просто потому, что всех, всех, ну, 99% все-таки все крестятся в детстве. Поэтому здесь, я думаю, что это общее правило, от которого церковь не отходит. Если говорить о заповедях, потому что протеерей Всеволод Чаплин, который был гостем нашей программы, к сожалению, покойный уже, он как раз, мы с ним дискутировали на тему заповедей, и он, в частности, допустил возможность нарушения заповедей. Не убей, если есть определенные обстоятельства. Вот действительно ли это уже не абсолютные истины, не абсолютные заповеди, то есть, их можно при определенных раскладах нарушать? Ну, отец Всеволод Чаплин, я с ним тоже очень хорошо общался, периодически встречался, и действительно жалко, что вот такой яркий человек ушел от нас, но он все-таки довольно часто высказывал такие радикальные, эпатажные вещи. И действительно, там в каждой церкви есть некоторое обоснование того, когда там можно убивать. И здесь церковь, прежде всего, имеет в виду какие-то войны в защиту своего отечества, участие в таких вот оборонительных войнах, или какие-то ситуации, когда нужно защитить свою семью от преступников. То есть, такие ситуации бывают. Но это не значит, что это нужно вообще распространять на всех, и всем давать такое право. Хотя, вот я себе представляю, как это будет интересно, например, вот на примере Соединенных Штатов, там же, ну, почти все ходят в разные церкви, там, баптистские церкви, в основном, престорианские, эпископальные, и у всех есть оружие. И каждый считает, что он может применить это оружие, и в том числе убить, если, например, там какой-нибудь, там, вор с оружием или грабитель с оружием полезет вот к этому человеку или в его дом. Соответственно, верующий в этом случае, получается, может убить. Ну, получается, что нет некой абсолютной тогда трактовки этой заповеди «не убей», потому что получается, что если мы берем такой классический канон, то, в общем-то, отнять жизнь другого человека, в общем-то, не может никто, кроме Бога, как я это понимаю. Но получается, что можно при определенных обстоятельствах это трактовать по-иному. Ну, получается, да, потому что в данном случае церковь рассматривает общество, как и государство, в том числе государственное устройство, как что-то несовершенное и созданное человеком. А если это созданное человеком, то, значит, вот в этом устройстве есть грех и вообще посеян грех, что-то греховное. Соответственно, там человек, он, живя в этом обществе, он, в общем, не может быть таким абсолютным праведником. И из этого исходит, собственно, вот вся эта логика, что для нормальной жизни, для выживания нужно уметь и защищать себя. И как раз вот то, что происходит сейчас у нас в последние годы и даже последние месяцы, это яркое доказательство того, что церковь освящает, значит, наши военные победы. И вся эта история вокруг храма Великой Победы, она тоже доказывает, что вовлечена в такую милитаристскую, что ли, риторику, в оправдание, в прославление исторической правды, вот так, как ее сейчас понимают в России. И, кроме того, сейчас как раз это достаточно активно обсуждается, то, как, значит, вереница от моряков поклоняется и целую главу адмирала Федора Ушакова, который признан православной церковью святым, и, соответственно, как некоторые установки в СМИ, что тело Федора Ушакова привезли для участия в параде. Вот, собственно, церковь и в данном случае тоже участвует в такого рода событиях. Есть мнение о том, что высокопоставленные чиновники, скажем так, простым языком, крышуют Сергия Романова. Вы в начале эфира сказали об олигархах, с помощью которых он построил этот монастырь. Туда приезжает, кстати, из администрации президента России, депутат Наталья Поклонская, была духовным чадом, как мы знаем, Сергия Романова. Я не знаю, как сейчас, кажется, она уже экс-духовное чадо. Может быть, что-то изменилось. Обнулилось. Да. Как вы к этому относитесь? Потому что вот религиовед Лариса Астахова, она сказала, что Сергий Романов – это не один человек, а целое движение. Что вы думаете по этому поводу? Ну, Наталья Поклонская, во-первых, Наталья Поклонская отреклась от своего духовника, так, в кавычках, отреклась, потому что она сказала, что это ей просто приписали. Она туда ездила как раз в момент такого первого хайпа Сергия Романова. Это вокруг вот этих массовых манифестаций против фильма «Матильда» о Николае Втором. И тогда Сергия Романов как бы поддержал Поклонскую, и она с ним сфотографировалась, но не более того. Я полагаю, что никакого движения за Сергия Романова нет. И, кроме того, те эксперты, которые больше связаны с русско-православной церковью, так скажем мягко, они сразу стали заявлять о том, что Сергий Романов – это страшная секта, это вообще сектанство чуть ли не изуверское. Но на самом деле у Сергия Романова действительно есть определенные консервативные идеи, которые разделяются большинством, частью православных. Но при этом организованного такого движения вокруг него нет. То есть никто не стоит с плакатами, вот как в Хабаровске, там «Свободу Сергия Романова», там «Под суд патриарха и Путина». Никто не стал повторять этих самых заявлений и лозунгов Сергия Романова. Так что здесь вот вообще доказательство того, что это может расколоть русскую православную церковь, не существует. Тем более, что, опять же, вот я повторюсь, люди, конечно, склонны верить в заговоров, в то, что есть определенная конспирология, то, что там Билл Гейтс, G5, они погубят Россию и мировое христианство. Но все-таки большинство этих людей консервативно настроены. Они не хотят выходить за определенные границы. Они не будут критиковать Путина и не будут порывать с русской православной церковью. Они хотят внутри церкви быть таким фундаменталистским движением. Ну вот там есть история про парня, которого, по его словам, опять же, этого парня, один из монахов подсадил на наркотики. Он так рассказывает. Понятно, что все это должно быть расследовано и подтверждено. Но вот он якобы там монах выращивал мак и кололся ими, вот подсадил этого парня. За вашу практику работы, может быть, каким-то подобным подталкиванием? Вот были такие свидетельства в монастырях? Из мировоззрения Сергия Романова и каких-то других старцев совершенно не вытекает какая-то наркотическая деятельность и стремление научить употреблять наркотики. В рамках православных монастырях, насколько я знаю, такой систематической практики не было. Ну и вообще такого рода скандалов не было, связанных с монастырями, связанных с наркотиками. Наоборот, я бы сказал, что где-то последние пять лет довольно активно стали развиваться именно центры по реабилитации наркозависимых на основе монастырей. Вот это есть. А так, чтобы кто-то на кого-то подсаживал, этого нет. Единственное, что появилось, связанное с наркотой, это скандал в Череповце, там, где сняли местного епископа Флавиана, его отправили на покой, на время расследования, в московской квартире этого епископа Флавиана Череповецкого нашли якобы нарколабораторию, которую организовал один из знакомых этого епископа. Вот, собственно, всё, что есть на сегодня по поводу наркотиков. Поэтому дело в том, что в Аслане, вообще в религиозной среде, слишком много других эмоциональных элементов, в том числе экзорцизма, поэтому наркотики, в общем, не нужны. Звонок у нас так только что сорвался. Я напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. У меня вопрос к вашему Визави. Как вы думаете, что вы думаете о свидетелях Иеговы? Неужели они такие страшные, что их признали террористами и запретили? Спасибо. Да, Лариса, не отключайтесь. Кстати, вы, наверное, не знаете, но вы стали голосом Куджи-подкаста, одного из самых популярных в Рунете, совершенно случайно, благодаря вашему звонку в наш эфир. Так что можете найти в интернете. Да, Куджи-подкаст, это очень популярная вещь. Да, наша радиослушательница Лариса случайно попала как раз в заставки теперь. Вот про свидетеля Иеговы, да. Да, свидетели Иеговы стали такой удобной мишенью для российских властей, так же, как они были мишенью для властей в самых разных странах мира, в том числе в Китае, в Северной Корее. И прежде всего из-за двух вещей, даже трех. Первое, это то, что это сильно централизованная организация и довольно закрытая организация. Второе, это прямая связь с западным центром, с американским центром. И то, что свидетели Иеговы собирают пожертвования, и часть из них какую-то отправляют туда, значит, в США, в Нью-Джерси, вот под Нью-Йорком, где у них сейчас располагается офис. И третья вещь, которая, собственно, не помешала российским властям устроить суд на свидетеля Иегова и вынести на решение Верховного Суда об их запрете. И это то, что они действительно ведут себя обособленно, ни с кем не связаны. Их идеология достаточно оригинальна и уникальна в каком-то роде. Они ни с кем не поддерживают диалог, поэтому за них никто толком не вступился и не вступится. Вот в этой ситуации оказалось, что свидетели Иеговы закрыть то, что называется, закрытие в прямом и приносном смысле оказалось легко. Но коллизия, в общем, такая ловушка, в которую попала российское правосудие, заключается в том, что организация признана экстремистской, свидетели Иеговы. А вот мировоззрение, идеология не признана. И это как раз был такой ответ российского правительства, Европейскому суду по правам человека. Когда ЕСПЧ обвиняла Россию в том, что это нарушение прав человека, свободы совести и так далее, то российское правительство ответило, что индивидуально они могут исповедовать, пожалуйста. Но только если они индивидуально собираются на квартирах, то прокуратура и полиция считают, что это продолжение деятельности экстремистской организации. Круг замкнулся. Вот и все. У нас еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что отец Сергий приврал. И, так сказать, это все дело прошло. Довольно странно, что это прошло. И вот фургал тоже. Ничего не врал. И вдруг через 15 лет ему и про это вспомнили. И церковь, и государство в одну и ту же дудку поют. А что вас удивляет? Почему же народ так поддержал отца Сергия? А меня вот почему-то это не удивляет. Потому что он сказал правду. Вам не кажется... У вас есть вопрос? Да. Вам не кажется, что он сказал правду? Именно он выразил счаяние всего народа. То, что власть в Москве лживая, воровская и лицемерная. Спасибо. Да, спасибо. Ну, как минимум, отец Сергий сказал неправду в том, что в Латвии пенсии по тысяче евро. Это он сказал в своей речи. Это не сосудистую действительность. Да. То, что касается, вот, кстати, их уголовного прошлого или предполагаемого там уголовного прошлого фургала и Сергия Романова, здесь есть хороший религиозный ответ, что все тайное становится явным. Вот, и в данном случае у Сергия Романова так оказалось. Ну, у Сергия Романова это явно правда. А с фургалом это еще предстоит доказать. Хотя уже сейчас, кстати, есть религиозная составляющая и в демонстрациях в защиту фургала уже появляются фотографии, где люди в Хабаровске несут большие плакаты с библейскими надписями, с цитатами из Библии или из каких-то духовных мужей, где говорится о том, что беззаконная власть должна быть осуждена и так далее. И кроме того, тоже появились такие, ну, пока неподтвержденные сведения о том, что фургал происходит из баптистской семьи. Вот это тоже достаточно интересно, потому что Дальний Восток это у нас в основном протестанты, а не православные. И здесь это также, ну, это связано с такой вот, как бы оппозицией по отношению ко всему московскому. Ну, если говорить вообще о концепции российской власти, в частности, вот эту жесткую вертикальство Владимиром Путиным, нет ли там некого такого религиозного наполнения? Потому что нередко говорят о Путине как вот там царь хороший, бояре плохие и далее уже, что в общем-то человек, который приближен фактически к Богу, к нему есть такое сакральное отношение. Ну, после, правда, пенсионной реформы сакральности стало поменьше, но тем не менее, вот этот элемент используется политтехнологами, не замечаете, кстати? Сейчас совершенно очевидно, что фигуры Сергия Романова и то, что происходит вокруг него, используются политтехнологами. Но я думаю, что это может использоваться в двух моментах. Во-первых, для того, чтобы проверить действительно, насколько православный народ настроен против власти, поскольку Сергий Романов стал в самый последний момент почему-то, кстати, именно проклинать там Путина и Конституцию, и даже сейчас высказался там против вот офицеров там почему-то. И второй момент, это может быть не только как бы проверкой такой, но и стремление показать, что вот эта антипутинская позиция, она связана с чем-то очень маргинальным, очень сумасшедшим, что вообще антипутинская позиция сумасшедшая. И русская православная церковь должна своими руками эту позицию осудить. Так же, как это было с Пуссераед, когда эта провокация удалась. И православная церковь надолго стала, в общем, таким как бы символом, ну что ли, поддержки там путинской власти и противодействия демократической оппозиции. Когда церковь даже осудила в лице Пуссерае, там всего остального, там все либеральное, все хорошее. Здесь может быть то же самое. Но опять же, куда понесет и политтехнологов, и Сергия Романова, это одному Богу известно. Вот если о тайнам продолжить, некоторые прихожане монастыря Сергия говорили о том, что во время Таинства Исповеди он довольно так подробно, дотошно расспрашивал о сексуальной жизни и спрашивал те вопросы, которые многих людей, возможно, заставляли смущаться. Вот даже, наверное, я очень деликатно сказала, заставляли смущаться. Допустимы ли на Исповеди подобные вопросы, на ваш взгляд? Потому что, насколько мне известно, в Троицей Сергееве Лавре существует практика генеральной Исповеди, где также довольно молодых людей порой расспрашивают о таком, о чём они даже не знали. И это их тоже приводит в шок. Да, вы затронули такой болезненный вопрос, который не раз поднимался в церковной среде. И, наверное, Сергий Романов тоже этим грешил, раз вот об этом стало известно. Но действительно, в Троицей Сергеевой Лавре, там тоже, по-моему, это были публикации по поводу отца архимандрита Наума, который исповедовал в Троицей Сергеевой Лавре, что там была практика такого слишком уж пристального внимания к каким-то интимным сторонам жизни. То же самое говорили про недавно ушедшего отца в Россию Юрасова. Это настоятель Веденского собора в городе Иванове. Это тоже один из таких вот старцев, особо почитаем. Ну, и поскольку такая практика, в общем, к сожалению, сложилась, то на одном из заседаний Епархиального совета города Москвы, Епархиального собрания города Москвы, патриарх Кирилл, он даже особо посвятил этому часть своего выступления и осудил вот такую практику. То есть это недопустимо сейчас православной? И в практике там генеральной исповеди в Троицей Сергеевой Лавре больше нет, получается, учитывая, что патриарх осудил? Или это на рекомендательной основе все-таки осуждения произошло? Ну, не знаю, что вы имеете в виду под генеральной исповедью. Есть православие как бы частные исповеди, есть общие. То есть когда собирается много людей и просто как бы читает вот общую молитву надо всеми. Здесь, понимаете, как бы православие устроено так, что патриарх Кирилл, даже патриарх Кирилл, можно только рекомендовать. И здесь очень сложно уследить за тем, как старец будет там реализовывать свое священническое право и что будет происходить на исповеди лично между старцем и между верующим. Это всегда определенная тайна и более того, тайна исповеди. Если это выходит наружу, то, конечно, это уже нонсенс, это уже как бы такой конфликт и скандал. Такого, в принципе, не должно быть. Ну что, в наше время эфира подходит к концу. Но еще одна тема, которую мы хотели бы с вами обсудить, видимо, придется очень коротко ваш комментарий услышать, собор Святой Софии. Он около тысячи лет назад был крупнейшим христианским собором в мире, храмом в Константинополе, в Турции он находился. Теперь он переделан в мечеть, даже намаз прошел пятничный, вот буквально 24 июля. Насколько необходимо туркам было превратить собор Святой Софии в мечеть и что вы конкретно в этом действии можете усмотреть? Да, что Эрдоган плюнул в душу Ататюрку, как говорят. Ну, не знаю, насколько плюнул. Я думаю, что сам Эрдоган скорее считает, что он продолжатель дела Ататюрка и выстраивает Великую Турцию. То есть сначала это была Турция на вот таких как бы европейских цивилизационных началах. Потом Эрдоган, он как бы переработал вот эту европейскую культуру и выстраивает такую нео-османскую Турцию, как сейчас говорят. И превращение Святой Софии в мечеть – это тоже такой культурный нео-османизм, попытка в какой-то степени напомнить людям об их величии. Если кратко говорить, то все-таки для Эрдогана Святая София – это тоже одна из великих побед. Это великая победа, которую он вернул турецкому народу. И люди, которые выходили после вот этого намаза суточного, некоторые турки со слезами на глазах говорили, что Эрдоган вернул им историческую память. То есть это их Крым получается, если провести такую аналогию? Как? Их Крым? Нет, почему? Это не Крым. Крым – это вообще нечто особое. Это скорее их главный храм Великой Победы. Но у нас это стоило несколько миллиардов, а у них, можно сказать, они просто занавески поменяли, и вот Великая Победа уже вдохновила народ. И еще одна интересная вещь, дело в том, что для церкви это стало более трагичным событием, чем для государства. Но в целом, в общем, это совершенно не трагедия для нас, потому что Третий Рим уже в Москве. Ну что ж, на этом мы и закончим, но, возможно, вернемся еще к этому разговору. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы. Всего вам доброго и до свидания. До свидания.